По каким причинам у некоторых людей появляются своеобразные симптомы в глазах, которые принято называть мушками? Что можно сделать в таком случае? Можно ли помочь себе самостоятельно? Все это вы узнаете из нашего выпуска. Отклонение в функционировании глаз – нередкий симптом других заболеваний. Связанные с центральной нервной системой, глаза могут говорить о других, более серьезных патологиях. В некоторых случаях нарушения становятся побочными эффектами влияния лекарственных средств, например. Что касается мушек в глазах, они появляются по следующим причинам. Внутренняя структура глаза – это своеобразная гелеобразная жидкость, состоящая из воды и небольшого количества ряда веществ. Ее название – стекловидное тело, которое объясняется самими свойствами его состава. Хотя объем воды достигает почти 90%, другие компоненты жидкости формируют необходимую консистенцию. Поэтому и глаз функционируют нормально при их естественном соотношении. При нарушениях в этой области люди могут испытывать следующие симптомы по разным причинам. Понижение или повышение уровня артериального давления. При этом сосуды глаза также испытывают чрезмерное напряжение. Симптомы вегетососудистой дистонии – они достаточно многообразны. Мушки перед глазами входят в их число. Остеохондроз также может приводить к таким проявлениям. В этом случае часто бывают передавлены сосуды, ведущие к головному мозгу. При сахарном диабете страдают не только сосуды, но и нервные волокна. Постоянно повышенный уровень глюкозы в крови становятся причиной нарушений их функций. Поступление токсичных веществ ведет к отравлениям, а значит к появлению имушек в глазах. Чаще всего врачи регистрируют деструкцию стекловидного тела. При этом отклонение изменяется состав внутриглазной жидкости. В качестве лечения обычно используются средства типа искусственной слезы. Причин может быть много и, конечно, желательно исключить именно их. Но что можно сделать прямо сейчас? Для этого уже давно существует ряд препаратов, которые быстро снимают аллергические и другие подобные им реакции. Проконсультироваться можно, позвонив в скорую помощь или обратившись к наблюдающему специалисту. В долгосрочной перспективе следует перейти к здоровому образу жизни. Отказаться от вредных привычек и стараться избегать повышенных нагрузок не только на глаза, но и на организм в целом. А в качестве помощи без использования лекарств можно выполнять следующее упражнение. Быстро поморгать в течение одной минуты, не сосредотачивая взгляда. Это укрепит глазные мышцы, но не приведет к усталости глазного аппарата. Затем, смотря в одну точку, поворачивать голову в разные стороны, вверх и вниз. После переводить взгляд влево, вправо, вверх и вниз, задерживаясь на несколько секунд. Еще одно полезное упражнение – рисование геометрических фигур глазами. Таким образом удается не только избавиться от мушек, но укрепить мышцы глаза. В качестве полезных добавок подойдут экстракты черники, гинкогобелоба и лизин. При регулярном употреблении они будут оказывать полезное действие на весь организм. И еще одна причина, по которой могут появляться мушки перед глазами – это обыкновенный стресс. Как с ним бороться? Один из способов – побыть один час в тишине, без телефона. Важно освободить голову от негативных мыслей. Полезным будет дополнить практику аутотренингом, заключающимся в постепенном расслаблении всех мышц тела, начиная с пальцев ног и завершая макушкой головы. При правильном и достаточном расслаблении почти всегда удается уснуть, что дополнительно помогает телу отдохнуть и расслабиться. А для немедленного увлажнения будет полезно просто зевнуть. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!